Привет-привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Татьяна Климова, и вы в видео «Спросите у Татьяны», где мы говорим о самых интересных аспектах русской грамматики и лексики. Ставьте, пожалуйста, лайк и подписывайтесь на мой канал. Сегодня у нас три слова, и мы посмотрим, какая разница между этими словами. Это слова сырой, влажный и мокрый. Сырой, влажный и мокрый. Какая разница? Все эти три слова значат, что есть вода. Есть вода в материале или на одежде или на волосах. Есть вода. И когда мы говорим сырой, когда влажный, когда мокрый. Во-первых, я сказала, что все три слова значат, что есть вода, но не совсем, не сто процентов. Сырой иногда значит, что мы не можем это есть, да, то есть, что мы его не готовили. Мы не готовили этот продукт в воде, на огне и так далее. Например, сырое мясо, сырая рыба. Это значит, мы не готовили их. Сырые яйца. Например, в Японии очень любят сырую рыбу. Я очень люблю сырую рыбу. Например, суши, сашими, да, там есть сырая рыба. Мы не говорим мокрая рыба. Нет, сырая рыба. Сырое мясо зависит какое, но обычно мы не едим сырое мясо, но зависит от культур. Сырой также может значить, что есть вода, какой-то процент воды. Обычно мы говорим сырой, сырая о доме, о квартире и также о материалах. Например, сырые стены, да, стена это так, да, и сырые стены значит там много воды и это неприятно обычно. Сырое дерево, когда мы хотим делать огонь, например, если дерево сырое, это не очень удобно. И я думаю, что сырой это значит внутри, внутри дерева, внутри стен есть вода, процент воды, и обычно это плохо для здоровья. Есть разные грибки. Вот, значит, сырой это или о продуктах, о еде, или о доме, о материалах, когда это внутри. Теперь давайте посмотрим влажный и мокрый. Это почти синонимы, но влажный обычно значит меньше, меньше процент воды, влажный. Например, влажные волосы, влажные волосы, например, если я использовала духи, у меня волосы будут влажные, потому что там немного воды. Но мокрые волосы, если я приняла душ, и у меня волосы сто процентов теперь мокрые, это мокрые волосы. Или я на улице гуляла, там был дождь, я пришла, и волосы... Так неприятно. Да, они все... Там очень много воды. Это будут мокрые волосы. Ой, я вся мокрая. Пришла на улице дождь, я вся мокрая. Я вся влажная? Нет, обычно. Также влажный мы говорим часто о климате, о погоде. В нашем регионе влажный климат. Сегодня воздух влажный. И также, когда мы читаем прогноз погоды, там написано воздух процент влажности. То есть влажность это не очень-очень много воды, потому что в воздухе мы дышим, да, не так много воды. Это влажный. Да, влажный может быть тоже позитивное что-то. Например, крем может быть увлажняющий. Да, увлажняющий, значит, крем делает кожу более влажной, не сухой. То есть это такой... Там есть вода чуть-чуть, но хороший процент. Мокрый, мокрый это больше, больше воды. Мокрая одежда после дождя или мы постирали одежду, она мокрая. Например, мокрое пальто. Тоже, когда мы плачем, есть такая фраза. Глаза на мокром месте. Глаза на мокром месте, значит, мы плачем. У него, у этого мальчика всегда глаза на мокром месте, то есть он всегда плачет. Мокрый. Мокрый это когда много воды. Например, да, мокрый это много воды, и влажный не очень много. И сырой обычно это или о продуктах, или в доме, о материалах, дерева, стены. А иногда мы можем сказать сырой климат, но это значит, мне всегда холодно, да. Это климат, когда мне холодно, когда в доме всегда холодно и влажно. Это сырой климат. Я надеюсь, что вы поняли. Пишите ваши примеры, дорогие друзья. Примеры со словами мокрый, влажный и сырой. Спасибо большое, что смотрите мой канал. Это для меня очень-очень важно. Продолжайте, пожалуйста, смотреть, продолжайте писать ваши комментарии. Это очень для меня важно. И приходите на мой сайт, смотрите разные подкасты, статьи. И спасибо, что смотрите. До скорого. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok